И продолжаем разговор с Ритой Дакотой, которая этим чудесным, пасмурным, дождливым утром пришла к нам в студию, чтобы освещать мир. Как ты встала в такую погоду? У меня еще джет-леги, я же провела месяц на острове Бали, и у меня все смещено, и поэтому я как идиот стою каждый день в 8 утра, и не знаю, чем себя занять, потому что я работаю в музыкальной индустрии, и все спят. И как давай все радиостанции обзвонить? Я ему, давайте я там приду. Давайте я приду. Ребят, что делал, привет, что делаешь? Ну, эфир. А, можно я приду? Нет, не так у нас все. Давно мы планировали визит Рит к нам, поэтому будем сейчас задавать вопросы. Кстати, друзья, в нашей группе вконтакте vk.com.fr уже появился пост, где вы можете в комментариях написать вопросики, а мы их обязательно озвучим. Так вот, я когда начала про фабрику «Звезд 7», твои многие фанаты в сети писали, что было у тебя затишье. Я так понимаю, никакого затишье не было, просто ты исключительно занималась тем, что писала песни. Да, не хотела петь, искренне. Искренне, искренне не хотела. Почему, как такое может быть? Я тот уникальный человек, который реально не хотел в телевизор. Твое желание бы, да, многим бы. Да, да. Да, 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 было бы здорово. А потом, почему вот решила все-таки? Потому что у меня скопился некий пул песен, которые не могу отдать никому ни за какие деньги. Вопреки всяким угрозам, которые, кстати, тоже были от там медиамагнатов, продюсеров. А, мы слышали песню, отдай, вот такой-то артистке, говорю, не отдам, это моя песня. Это вот как ребенка своего отдать или собаку свою отдать. Это кто так некрасивый себя ведет? А что, я не хочу говорить, мне в этой стране жить и работать. Я с тем, сенсация обломилась, ну ладно. Отдай, отдай песню. Вот, просто жалко, песни же умирают, не дело. Это плохо очень, когда так происходит. Ну, стол писать вообще, мне кажется, для автора самое страшное? Ну, наверное. Для меня не страшно. У меня вообще процесс создания — это самое лучшее. Эта реализация даже близко не стоит по кайфу с процессом создания. Поэтому у меня в столе много чего интересного. Ну, то есть ты такая, да, последовательница фразы Гоголя? Едва ли есть больше удовольствия, чем удовольствие творить? Ну, наверное, да. Наверное, да. Давайте немножечко отмотаем назад. Когда твой стол начал только наполняться, во сколько лет ты начала писать? У тебя музыкальная семья? Кузнечика слышала? Не очень. Знаешь, что написала? Нет, серьезно, в пять. Кстати говоря, если сейчас показать вам песни и классические даже произведения, которые я в пять писала, вы никогда в жизни не скажете, что это пятилетняя ребенка. Ну, хотя бы стихи процитируй, а мы убавим. Андрей Губин с этим по стороне колесил, между прочим. Кстати, одна песня, которую она писала в одиннадцать, ее поет известная белорусская певица, которая за пятьдесят хорошо. Это гимн белорусского. То есть настолько ты мудрые стихи писала, что вот прям зрелая женщина их исполняет? Ну, честное слово, это не моя заслуга. Я не знаю, что это, я транслятор всего лишь. Я вообще, ну, я к этому никакого отношения не имею, я вот так всегда говорю. Честное слово, потому что я порой это переслушиваю и понимаю, что это вообще не моя, не мой стиль гармонии. Не моя история. Не моя история. И слов таких, я не знаю значения каких-то слов, которые в песнях используются. Я потом гуглю, думаю, о, о, класс, приколь, глубоко. Серьезно, то есть это некая магия происходит, поэтому я всего лишь вот так. А как она наступает? То есть ты просто чувствуешь, что надо сесть и писать? Ну, вот как-то иногда в пробке, например, настигает меня это. Я записываю на диктофон, потом с утра переслушаю, думаю, ого, ого. О, классно, как ритмично, мне сейчас дудять сзади в спину. Так, ага, гудя, ага, все, записываю, помедлилась. Примерно так и происходит. Ну, к сожалению, нам время от времени нужно прерываться, но сейчас стоит сказать, что будет у нас танцы «Минус город», это выбор Риты, она сама захотела, чтобы заиграла эту песню. Поэтому давайте послушаем и, может быть, даже подпоем чуть-чуть. Я шагаю по проспекту, по ночному городу. Я иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить, и поэтому иду. Иду навстречу цветным витринам, мимо пролетают дорогие лимузины. И в них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадая в ее сети, пропадаешь навсегда. Глотая его в стук, простуды сквозняков, запах от бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай без хлопот и забот. Город сказка, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая его в стук, простуды сквозняков, с запахом бензина и дорогих духов. Город сказка, город мечта, Город сказка, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая его в стук, простуды сквозняков, с запахом бензина и дорогих духов. Дым высоких трубек, седых облаков нам укажет приближение холодных ветров. Танец солнечных лучей в паутине проводов над жестяными крышами обшарпанных домов. Иду навстречу цветным витринам, мимо пролетают дорогие лимузины. Женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая его в стук, простуды сквозняков, с запахом бензина и дорогих духов. Телерадиоканал «Страна.ФМ» Валерия Майорова и Кирилл Исаков да не одни, а в компании красотки талантливые Рита Дакота. Доброе утро. Доброе еще раз. Вон какая бодренькая. Не отошла еще от «Танца минус». Да, это, кстати, не мой выбор был, но это вразьем все. Выключите микрофон, выключите микрофон. Конечно, кто смотрит нашу трансляцию, видит, что ты сидишь в футболке с Вячеславом Питкуном изображен. Так что давай, не надо обогораживать. Слушайте, ну начали мы такую интересную тему. Ты сказала, что накопился какой-то определенный запас песен, которые ты никому не можешь отдать, и поэтому ты пустилась во все тяжкие в сольное творчество. Да, да, я спела сама, рискнула. Я на самом деле не думала никак серьезно заниматься этой работой. Я просто сняла видео, которое, как мне показалось, максимально точно передает задумку песни, и все это вылило в интернет. Без продюсеров, без каких-то команд больших, то есть вот... И пошло-поехало. И вот просто внезапно это разорвало все чарты. И я удивилась очень, потому что обычно... Ну, мне всегда казалось, что обычно для этого нужен продюсер, связи, деньги, что-то еще. Оказалось, для этого нужна только хорошая песня, и все само собой происходит. Вот такие чудеса. Да неужели? Серьезно. Действительно. У меня песня стояла на первом месте больше месяца. Она стояла в топе три месяца. То есть наш мир не безнадежен? Ну, как-то оказалось, да. Я так думаю, что по поводу сюжета клипа, по поводу самой песни мы поговорим подробнее чуть позже, ближе к тому моменту, когда мы этот клип покажем. Ну, а сейчас я хотела просто спросить, новый альбом будет? Первый альбом. Твой первый сольный новый альбом. Да, да. Он будет, на самом деле, материала музыкального есть на три альбома, может, на пять альбомов даже. Ну, то есть у тебя такая двухсторонний диск там будет, да, лежать такой DVD-шкой. Последние 15 лет творчества. Нет, я просто очень зануда в плане скрупулезности подхода к саунду и к аранжировке, и к сведению, к мастерингу. Я зануда-зануда, потому что я могу нужный звучок, например, скрипки искать полгода и поэтому не записывать песню. Вот мне нужен именно этот тембр, именно такой скрипки. А ты так, это так, да, происходит? Аранжировочки. Нет, ты колесишь по миру просто все время в думах, ищешь, и где-то в Бомбее на улице услышала скрипача. А вы смеетесь? А так и есть. Я, честно, на диктофон всякие дурацкие звуки записываю, потом приношу аранжировщику, говорю, мне вот надо вот это вот пиуц. Мне нужна вот эта выхухоль, выхухоль на втором месяце беременности, а у нее другой голос. Так и есть. У них нарушается гормональный фон, и вот так она должна быть. Кстати, поэтому многие музыканты со мной не хотят работать, и говорят, мы не можем это сыграть, ты понимаешь, что все, что у тебя есть в аранжировке, это не играбельно. Это невозможно сыграть на инструментах, на человеческих. То есть, значит, характер сложный у тебя? Нет, нет, просто я очень уважаю музыку и не люблю, когда я занимаюсь, они профессионалы. Вот так вот. Вот так вот все мои бывшие сотрудники. Вот так вот. Просто летит камешек над огородами летит камешек. Бывших сотрудников у меня нет так же, как и бывших сольных песен. Поэтому... То есть, ты стоишь фактически в чистом поле сольной Нет, я очень, скажем, постоянный человек. То есть, у меня те же люди, которые работали со мной там 10 лет назад, они работают и сейчас. Над музыкой, над песнями, над аранжировками. Ничего не меняется. То есть, ты видишь, как они взрослеют. Стареют, рожают детей. Все, серьезно. Все, ты... Один у меня прекрасный есть, Андрюшка Наплев, который в студии со мной работает у него. Я увидела эволюцию, значит, его дредов, которые только появились, такие сантиметровые, и сейчас дредов, которые до колена. Просто мы очень много вместе лет работаем. Эволюция, сколько режиссера, например, их дредов, да. Да, да. Вот, воочию можно наблюдать. Итак, друзья, мы сейчас вновь прервемся. Напоминаем, что общаемся с Ритой Дакотой. Пишите vk.com.slashstranda.fm в комментариях свои вопросы. Ну, а потом мы вернемся и их обязательно зададим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВК.com.slashstranda.fm Есть пост у нас в группе, и вы уже пишете комментарии со своими вопросами. И есть от Рины Ли вопрос. Кому же посвящена песня «Спички»? Вспомнить бы, это было 10 лет назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, ничего серьезного 15-летний ребенок не может рассказать о том, что же я чувствовала. Я чувствовала, наверное, что-то единорогов там, каких-то подушки фиолетовые, что у ребенка в голове, по-моему, какому-то красивому баскетболисту. Баскетболисту. А ты жила в то время в Минске? То есть из Смоки Минск был баскетболист, наверное, я подозреваю. Нет, нет, я приезжала к тете в Москву, и там были такие красивые баскетболисты, моего брата в компании, потому что он баскетбол играет по сей день. Он молодец, он молодец. В одного из красивых баскетболистов я тогда была влюблена и страдала, и писала песни. А он так и не знает, да? Я, честно, даже не помню, как его зовут. Вот всегда так, вот вы все, девушки, одинаковые, пишите нам песни, а даже не знаете, как нас зовут. Зато я помню, где была написана эта песня и как. На рыбном рынке. Серьезно. Любовь с ароматом рыбного рынка. Серьезно, да, вот как-то так. Песня с ароматом лосося. Ждана Пономаревич, я задам просто быстренько вопрос. Рита, какой самый счастливый день был в твоей жизни? О как. Ой, это один классный очень день на острове Бали в прошлом году, я помню его прекрасно. То есть обычно люди просто говорят, это рождение моего ребенка. Или там, это мой юбилей, когда мне исполнилось 20, и все мои близкие были рядом. Вот я не очень верю в это, если честно. Мне кажется, такие штампы и стандарты, счастье, оно вообще никак не зависит от внешних обстоятельств, от наличия или отсутствия чего бы то ни было. Счастье — это внутреннее состояние, которое просто огромной волной цунами фактически накрывает тебя, и ты ничего не можешь с собой поделать. И вот у меня был такой день, я не помню точно дату, но это был какой-то январский, прошлогодний январь, январский день какой-то прекрасный. Я прям помню прекрасно этот день, помню свое настроение, состояние, помню состояние счастья абсолютно тотальнейшего, которое накрывало всех вокруг. Вот, и, собственно, от чего именно это было, я не знаю. От чего? То есть много вариантов? Мне было очень-очень круто, со мной рядом были именно те люди, у меня в голове были именно те мысли, в общем, я просто прочувствовала вообще все палитры счастья. Я знаю о счастье все, теперь ты можешь говорить. Ну да, 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 вот так. Можно мне сказать? Наконец-то да. Я хотела сказать, что счастье для творческого человека еще в том, чтобы его признавали, правда ли что? Нет, это неправда. Неправда? Нет, это бред, это счастье закомплексованного человека в том, чтобы его признавали. Скажи мне, пожалуйста, на этой ноте. Нет, нет, я точно считаю, что признание нужно тем, кто не уверен в себе. Вот мне было так все равно, что скажут по поводу песни спички, полчеловека, потому что я была настолько уверена в том, что она крутая, что даже если бы все вокруг сказали, что это очень плохо, это никак бы меня не обидело. Во-первых, потому что не я, ну то есть я опять же возвращаюсь к тому, что я транслятор всего лишь. Во-вторых, потому что когда ты уверен очень в чем-то, ну то есть если все вокруг скажут, что твоя мама ужасная, тебя это не тронет, потому что ты знаешь, какая она прекрасная. Вот то же самое я могу сказать про свое творчество. Я, ну, во-первых, это не мое, и поэтому меня это не обижает так сильно. Во-вторых, потому что я знаю, что в него вложено, поэтому меня не может обидеть какая-то критика. Ну и в-третьих, признание, это опять же, это какие-то комплексы, то есть тебе хочется, чтобы тебя любили. Может, в детстве тебе там родители, например, не давали того, что тебе хочется, поэтому тебе хочется, чтобы все вокруг тебя кружили на руках, и первые строчки хит-парадов. Нет, нет, со всем меня это не так. Слушай, смотри. Страна ФМ. Доброе утро, моя тихая, сонная, тихая, голая, ну как же я жил без тебя? Доброе утро, моя, теперь без сомнения, твои колени я в своих руках буду греть. Сто самых лучших лет, я знаю в жизни это, и ты же тот самый свет. В конце тоннеля, где-то все песни про тебя, все мысли о тебе. Если ты со мной навек, то я все-таки не такой плохой человек. Мне везет, ведь ты небо мне дана, за что ночи без сна, только ты одна. Доброе утро, моя Москва, моя Москва. Доброе утро, доброе все, когда ты моя. Доброе утро, кофе постель, солнце лучи. Ты оставайся, вот твои ключи. Доброе утро, моя, самая нежная. А может, расскажем всем, не заправляя постель. Доброе утро, привет, только моя. Теперь мы навсегда, поверь, я улыбаюсь тебе. Сто самых лучших лет, я знаю в жизни это, и ты же тот самый свет. В конце тоннеля, где-то все песни про тебя, все мысли о тебе. Если ты со мной навек, то я все-таки не такой плохой человек. Мне везет, ведь ты небо мне дана, за что ночи без сна, только ты одна. Доброе утро, моя Москва, моя Москва. Доброе утро, доброе все, когда ты моя. Доброе утро, кофе постель, солнце лучи. Ты оставайся, вот твои ключи. Доброе утро, моя тихая, сонная, дикая, голая. Ну как же я жил без тебя? Доброе утро, моя тихая, сонная, дикая, голая. Ну как же я жил без тебя? Доброе утро, тихие и сонные. Сейчас мы вас громко разбудим. Валерия Майорова и Кирилл Исаков, а также Рита Дакота в студии телерадиоканала «Страна.ФМ». Просыпайтесь уже! О, Рита проснулась, классно! Хватит спать! Хватит спать! Ну давайте приоткроем немножко завесу тайны, что вот эти слова и эту музуку для текилы написала ты. Да, но только это был ремикс. А к ремиксу ты отношений никакого не имею? Нет, к ремиксу никакого отношений не имею. Вот оригинал послушайте, за него ручаюсь. Только это был ремикс и на другие слова. Можно прям секундочку? Я вспомнила, приходил к нам Алекс Малиновский, и он рассказывал, что да, вот эту песню, которая там побила все сборы на iTunes, нам сначала принесли, мне она не понравилась. Тогда мы изменили музыку, мы изменили аранжировку, мы изменили текст, и вот тогда получилась песня. Да, очень часто так бывает. Бывает так, что ты песню кому-то отдаешь? Нет, не бывает. С моими песнями не канает такое. Не разрешаю, нет. У тебя это, отдел контроля качества. Да, не разрешаю. Так, давайте, покажите, пожалуйста, как исполнили. Первый куплетик, зачет. Нет, обычно санпродакшеном занимается муж мой, поэтому я в студии нахожусь и все слушаю. Семейный подряд. Да, да. Рита, у вас планируется выступление в Питере? Светочка Гармонова пишет. У меня есть выступление в Питере в скором времени, но это закрытое мероприятие, к сожалению, туда попасть нельзя. Но как только будет открытое мероприятие, я обязательно буду об этом вещать в своем инстаграме, следите, пожалуйста, за афишами. Всех позову. А часто концерт вообще бывает у тебя? Бывает. На самом деле мы часто очень отказываемся от многого. Опять же, к вопросу, почему Рита Дакотов скорее поющий автор, чем поп-исполнительница, меня выматывает это, если честно. То есть я вот не готова, например, 27 дней в месяц проводить в поездах где-то, в клубах выступать. То есть у меня там определенные запросы к площадке, то есть мне надо там, чтобы было вот так-то так, чтобы по звуку было так-то так. То есть я такой, короче, я зануда. А скажи, пожалуйста, ты получаешь удовольствие вообще от публичных выступлений? Либо тебе комфортнее замотаться в теплый плед и там сочинять, и может быть что-то мурлыкать себе под нос? Я получаю удовольствие от публичных выступлений в том случае, если это мои какие-то, если это моя аудитория. Либо если это фестивальная аудитория. То есть я на фестивалях выступаю часто очень, на музыкальных, на больших, где именно такие фанатики музыки собираются. Я сыграла уже на всех, где только возможно было сыграть. Очень люблю фестивали. Но если это какие-то, например, там корпоративы, есть хорошие, а есть, например, не очень приятные. Я прям помню, как несколько новогодних было прям таких, что потом никому не расскажешь. Давайте прерву я вас. У нас вплотную наступает тот момент, когда должны мы послушать и посмотреть песню и клип «Полчеловека». Да. Ты, может быть, как-то так приветственное слово скажешь? Слушайте, я всегда говорю о том, что если надо дополнительное творчество комментировать, объяснять, как-то о нем говорить, то оно паршивое. Мне очень хочется верить, что мое нет, поэтому не хочу. Так, все наши вопросы, Кирилл, мы сейчас выкинем. Не хочу. Зачем мы это все устраивали? В общем, друзья, у нас... Небольшая полезная информация, а потом Рита Дакота «Полчеловека». Слушаем и смотрим. Хм, кто-то сплелись, не разорвать, не распознать. Без отличий мы, я проросла до глубины. Ты отравил все мои мечты Бонни и Клайд, Нэнси и Сид Не будь носим независимо Я посвящаю себя, ты убиваешь любя Мы разорвали снаряд Мне нужно любить тебя Ведь если мы целые, то полчеловека я Я не полноценная Ведь если мы целые, то полчеловека я Полчеловека я Полчеловека я Город завяз в наших следах Где мне тогда забывать тебя Перевернул, пересобрал А я идеал того, как терять себя И до утра буду стирать все номера Но знаю, будет наизусть Ты в сердце большая дыра Ты больная, теплая Я теперь знаю, как умирать Мне нужно любить тебя Ведь если мы целые, то полчеловека я Я не полноценная Ведь если мы целые, то полчеловека я Не нужно любить тебя Ведь если мы целые, то полчеловека я Я не полноценная Ведь если мы целые, то полчеловека я У-а-а-а-а-а-а-а-а-а Не страшно любить тебя Ведь если мы целые, то полчеловека я Я не полноценная Ведь если мы целые, то полчеловека я Мне страшно любить тебя Ведь если мы целые, то полчеловека я Я не полноценная Ведь если мы целые, если мы целые Мне страшно любить тебя Ведь если мы целые, то полчеловек я Я не полноценная Ведь если мы целые, то полчеловек я Полчеловек я Полчеловек я Рита, песня «Огонь» Спасибо Ну действительно, вот я... Полчеловек уже песню Да подожди ты Ты не лезь в женский разговор сейчас У меня сейчас душа развернулась Потому что на самом деле второй или третий раз я сейчас слышу эту композицию Я уже ее наизусть пою Настолько она как-то въедается вот в этот женский мозг Спасибо Ты сказал, что объяснять творчество не нужно Но прости нас, мы все-таки спросим тебя Нам нужно, нам нужно, чтобы объяснить Вот это вот очень яркая концовка Это про то, что ты умерла для отношений, но спасла себя для себя Ну нету, что я старую себя, неугодную в себе же самой В общем, худшую версию себя убила сама в себе И пошла счастливая пожина Ты знаешь, что вообще разбирают поклонники твой клип там по секундам? Ну, про дохлую чайку Да, 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 дохлая чайка Там есть дохлая чайка Миссис, дохлая чайка, да Она там реально есть, но мы ее не убивали Честное слово, она и была такая Она была не против две секунды сняться в видео Потому что это прям вот случилось буквально за 10 секунд до того, как выкинули ее Утилизировали Да, и еще на 2,40 Она от старости умерла, она очень счастливую чайкину жизнь прожила, 100% Да, да хорошо, все хорошо успокоить. А какая она счастливая, Чакина жизнь в этом образе? Она уже была седая и очень взрослая. И в окружении внуков. Все. Там где-то на две с половиной минуты на переходе появляется Влад Соколовский. Это специально или нечаянно? Нет, это был киноляп серьезным. Просто он попал в кадр. Потом все ржали на тему того, что идет жена, страдает, там играет любовь. Это стоит жрет манго. А тебе не кажется, что этот человек за тобой следит? Это очень смешно. А кто был твоим партнером по видео и как ему вообще, как он тебя так хватал, кидал? У меня были синяки даже на лице, представляете? Влад говорит, я не буду на это смотреть, я уйду. И я отворачивался. Это Артур Кульков. Это очень известный мальчик-модель. В Нью-Йорке через каждые пять минут подходили люди с ним фотографироваться, брать автографы. Вплоть до того, что некоторые кадры не попали, хорошие кадры не попали в клип, потому что у нас с ним какие-то сцены, а на заднем фоне, на билбордах его лицо в рекламе, там каких-то джинсов, его лицо в рекламе парфюма. То есть он очень известный, очень дорогой, очень крутой. Заголовки в желтой прессе. Ну, супермодель. Он реально супермодель. Он супермодель в российской экспорте. Очень-очень известный. Вот. И, например, журнал GQ узнал о том, что у меня клип, например, исключительно, потому что ого, Кульков где-то снялся у какой-то русской девочки. Ого, это наша девочка. Да, сразу гордость. Так, время у нас заканчивается. К сожалению, ограничены мы. С Ритой можно договорить, мне кажется, часами. Даже несмотря на то, что она не объясняет свое творчество, ее творчество стреляет. Рит, большое тебе спасибо, что ты пришла к нам в гости. Желаем новых работ. Ждем их. И будем с радостью их ставить в эфире телерадиоканала Страна.ФМ. С вами эти четыре часа были Валерия Майорова, Кирилл Исаков. Ну и напоминаю, что последний час с нами провела Рита Дакота. Всем пока. Спасибо. До завтра. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok